Добрый день, уважаемые коллеги! Рад приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре, в котором мы рассмотрим начало работы с IP-ATS и Астар серии S. В ходе сегодняшнего вебинара мы выполним подготовку IP-ATS, настроим сеть и номерной план, создадим номера и подключим два IP-телефона, подключим веб-канал к провайдеру, настроим входящие и сходящие маршруты для выполнения вызовов. Также мы подробно познакомимся с параметрами веб-номеров, линий и маршрутов. И более сложный вопрос рассмотрим, это трассировка вызовов CLI-Астериск и захват пакетов для анализа веб-сессии. Это для диагностики IP-телефонии. Итак, давайте приступим. В ходе сегодняшнего вебинара мы с вами сконфигурируем демонстрационную схему, которая представлена на экране. В качестве IP-ATS мы будем использовать Ястар С50. К ней мы подключим два IP-телефона Ялинк D23B. И также подключим АТС к провайдеру IP-телефонии в интернет. Для подготовки IP-ATS Ястар серии S нам необходимо в первую очередь купленную АТС распаковать, подключить IP-ATS к компьютеру либо к ноутбуку патчкордом. Далее мы должны включить АТС к сети электропитания, сетевой шнур, который поставляется с АТС в комплекте. Настроить на персональном компьютере сетевой адрес в диапазоне сети АТС и включить питание АТС. Для настройки сетевого адаптера на персональном компьютере мы должны перейти в соответствующий раздел. Давайте это подробнее рассмотрим на практике. У нас есть АТС Ястар С50, только что полученная со склада, распакованная. Вот она не использовалась, не сбрасывалась. Давайте попробуем ее настроить. Я подключаю мой ноутбук, с которым я провожу демонстрацию. Патчкордер непосредственно сетевым интерфейсом, патчкордом к порту LAN на АТС. Для того, чтобы получить доступ к веб-интерфейсу АТС, мне необходимо настроить IP-адрес на моем ноутбуке. Я захожу на сетевом адаптере ноутбука в операционной системе Windows. Я должен вызвать в контекстном меню панель управления настройки сети. Я вызываю центр управления сетями общим доступом. Нажимаю ссылку «Изменить параметры адаптера». Выбираю адаптер. В контекстном меню выбираю свойства. Далее, в версии протокола IP версии 4, я нажимаю «Свойства». И в настройках IP-адреса я завожу статический IP-адрес. Выбираю «Использовать следующий IP-адрес». И ввожу IP-адрес, который находится в диапазоне сети АТС. Этот адрес будет 192.168.5.151. Маска сети 255.255.255.0. Основной шлюз и DNS сервера можно не указывать. Нажимаем кнопку «Ок». Нажимаем кнопку «Закрыть». Наш ноутбук получил IP-адрес. Есть также второй вариант. Если требуется не отключать ноутбук от сети, можно параллельно с основным IP-адресом настроить дополнительный IP-адрес. То есть в компьютере, в ноутбуке использовать его. Далее мы должны открыть веб-браузер. Ввести в строке браузера 192.168.5.150. Давайте это сделаем. Открываем браузер Google Chrome. Вводим IP-адрес в строке браузера 192.168.5.150. Нажимаем «Ок». Браузер показывает ошибку защиты подключения. Нам необходимо эту ошибку игнорировать. Либо добавить наш IP-адрес в исключение браузера для доверенного доступа. Но поскольку это адрес временный, мы этого делать не будем. Мы игнорируем ошибку и выполним вход на веб-интерфейс АТС. Вот веб-интерфейс АТС. Страница входа представлена на экране. Здесь мы должны ввести логин и пароль для авторизации. Логин и пароль для авторизации по умолчанию – это админ пассворд. Вводим. Нажимаем кнопку «Войти». Вот в языке веб-интерфейса у нас отображается русский язык. Все правильно. Можем выбрать другой язык. В английский, кому как вам нравится, но у нас отображается русский. Выбираем русский и нажимаем кнопку «Войти». Далее АТС отображает мастер начальной настройки, в котором нам предлагается ввести пароль администратора станции, то есть перебить существующий пароль админ пассворд, пароль пассворд для логина админ. Далее нам необходимо настроить подключение к серверу e-mail. Если планируется отправка голосовой почты на e-mail и работа SMS, то e-mail, 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 e-mail. Пройдем в мастер, рассмотрим все панели. Вот нажмем кнопку «Готово». АТС сообщает, что данные успешно изменены. Нажимаем кнопку «Ок», нажимаем кнопку «Применить». Измененные данные сохраняются в АТС. Далее мы должны на АТС настроить IP-адрес. IP-адрес необходимо спланировать в инфраструктуре предприятия так, чтобы все IP-телефоны в различных сетях имели доступ к этому адресу. Этот IP-адрес необходимо назначить на АТС. У нас IP-адрес на АТС будет 192.168.254.224. Давайте его назначим. Для назначения мы должны перейти в меню настройки, открыть раздел «Система сеть». В веб-панели LAN, интерфейса LAN. Мы должны задать наш необходимый IP-адрес. Задаем 192.168.5.150. Меняем на 192.168.254.224. Маску под сети оставляем такую, как была при заводской конфигурации, поскольку эта маска совпадает. Если используется другая сеть, то необходимо соответствующую маску сети задать. Далее, шлюз по умолчанию. Также мы выбираем тот, который используется в нашем предприятии. При необходимости мы должны задать DNS и второй DNS сервер. Здесь мы зададим маску под сети 24, которая была при заводской конфигурации. Зададим шлюз 192.168.254.254. Так, и зададим DNS сервер 192.168.254.3. Второй DNS сервер задавать не будем. Виртуальные частные сети FLAN мы использовать не будем. Разъем BAN мы сейчас подключать не будем. Сетевые настройки с режимом работы разъема LAN и BAN мы с вами сегодня рассматривать не будем. Рассмотрим в другой презентации. Также есть инструкция по настройке сети для АТС. С ними можно познакомиться. Далее, сеть мы настроили. Сейчас мы должны применить все настройки и выполнить перезагрузку станции. Нажимаем кнопку сохранить. Еще раз проверяем, чтобы все было правильно. Так, все правильно. Нажимаем кнопку сохранить. АТС предлагает перезагрузиться. Нажимаем кнопку да. АТС уходит в перезагрузку. IP-адрес мы настроили. Пока АТС перегружается. Вернемся к презентации и рассмотрим. Далее, нам необходимо в АТС задать диапазон внутренних номеров. Это те номера, которые будут присвоены IP-телефоном предприятий. Вот так же дополнительно в АТС можно задать номера сервисов на АТС. Это номера, которые по умолчанию имеют диапазон 6000. Например, номера для групп вызовов 6200-6299. Для групп оповещений. Для номеров конференций. Для IVR и очередей. И соответствующие номера, они представлены на слайде. Вот по умолчанию диапазон внутренних номеров на АТС. Это с 1000 по 5999. Это для S50. Соответственно, для S20, S100 и S300 будут аналогичные диапазоны. Вот сейчас мы переключим АТС от непосредственного подключения по сети к нашему ноутбуку в локальную сеть предприятия. Вот АТС должна быть доступна по адресу, по IP-адресу, который только что мы указали. Вот и мы должны на нее попасть. Переходим в браузер. Набираем IP-адрес АТС. Так. 254. 224. Не пускает, потому что IP-адрес в компьютере я не сбросил на динамический. Сбрасываем IP-адрес на ноутбуке, на динамический. IP-адрес в ноутбуке получает... Ноутбук получает под DHCP, под DHCP сервера предприятия. Далее. Ноутбук IP-адрес получил. Соответственно, интерфейс. Сейчас должен будет подгрузиться. Вот. Для того, чтобы проверить доступность АТС из локальной сети, можно вызвать командную строчку на компьютере и проверить доступность АТС командой PING. АТС сейчас должна быть доступна. Сейчас перезагрузится. Будет доступна. Отлично. АТС перезагрузилась. Доступна у нас по IP-адресу, который мы указали. Переходим. Веб-панели на АТС. Так. Сейчас браузер нам также отобразил ошибку. Ошибку подключения. Ошибку защиты подключения. Мы в исключение браузера добавлять сейчас не будем АТС. Но если это необходимо, то можно добавить исключение. Переходим на IP-адрес АТС. Вводим логин. Админ. Пароль, пасворд. Нажимаем кнопку войти. Закрываем мастер. Вот далее мы должны перейти в настройки АТС. Вот. И ввести диапазон номеров номерного плана для внутренних телефонов. Давайте возьмем диапазон двухтысячного. Это у нас станция С-50. 2999. Нажимаем кнопку сохранить. Номера для сервисов мы менять не будем. В 6000 на диапазоне сервисы так и остаются. Нажимаем кнопку сохранить. Так. АТС предлагает нажать кнопку применить. Нажимаем обязательно кнопку применить, чтобы изменения сохранились. Вот. Диапазон внутренних номеров настроен. Далее. Нам необходимо создать внутренние номера. Переходим в настройки. Настройки номеров. У нас остались номера из заводской конфигурации АТС. Это 5 номеров из тысячного диапазона. Но мы диапазон номеров поменяли на двухтысячный. Поэтому эти номера нам не нужны. Мы можем их удалить. Выбираем номера. Чекбоксом вверху таблицы. Нажимаем кнопку удалить. Номера удаляются. Нажимаем кнопку применить. Далее. Давайте добавим автоматические номера для нашего нового диапазона тысячного. Нажимаем кнопку добавить несколько. В мастере добавления номеров АТС нам предлагает ввести начальный номер. Ввести количество номеров, которые будут созданы. Оставляем начальный номер две тысячи. Количество оставляем пять. По умолчанию. Пароль зададим как префикс плюс номер. В качестве префикса зададим паспорт. Нет, даже пин-код. Давайте пин-код зададим. Таким образом IP телефоны, которые мы будем регистрировать на АТС будут иметь пароли, которые начинаются на пин-код и плюс номер. То есть первый телефон двухтысячный будет иметь пароль пин-код 2000 и так далее. Нажимаем кнопку сохранить. Нажимаем кнопку применить. Номера созданы. Далее. Нам необходимо подключить IP телефоны станции. Для подключения IP телефона необходимо знать его IP-адрес. Чтобы узнать IP-адрес телефона Ялинк необходимо на клавиатуре телефона выбрать кнопку ОК, нажать. Телефон отобразит статусе IP-адрес. Так, на телефоне у нас IP-адрес 192. 168-254-196. Логин админ и пароль админ. Нажимаем кнопку вход. На телефоне задаем IP-адрес. Набираем аккаунт. Набираем аккаунт. Задаем номер. Задаем IP-адрес АТС. Набираем пин-код. Набираем пароль. В АТС мы должны задать имя регистрации, задать лейбл, нейм, регистр, нейм, юзер, нейм, пароль, сик-сервер, на который мы сконфигурировали АТС. То есть адрес сик-сервера, адрес АТС. И выбрать порт 5060. Нажимаем кнопку подтвердить. IP-телефон у нас зарегистрировался. Так, далее. Коллеги, сделайте, чтобы видно хорошо было. Отключите, что нужно, чтобы картинка хорошо поступала. Сейчас видно нормально. Далее. Регистрируем второй IP-телефон. Так. Сейчас второй IP-телефон загрузится, инициализируется, получит IP-адрес. Я его включил в сеть. Вот. Так. И мы настроим на нем IP-адрес. Пока телефон загружается, давайте подключим АТС к провайдеру. Это у нас будет провайдер СИП-нет IP-телефонии. Для подключения АТС к провайдеру телефонии, мы должны перейти, вызвать настройки, перейти в линии, создать линию. Тип линии у нас будет линия ВАИК. Мы должны ввести имя сервиса. Это то имя, которое будет отображаться в таблице. Далее. В IP-адресе мы должны ввести... Не в IP-адресе, а в имени сервиса мы должны ввести домен. IP-адрес провайдер. Точнее, адрес сервера провайдера. Так, вводим в СИП-нет.ру. В домене вводим также СИП-нет. СИП-нет.ру. В качестве имя пользователя мы указываем полученный номер. Номер на СИП-нете можно получить совершенно бесплатно. Для этого необходимо выполнить регистрацию на СИП-нете. Необходимо залогиниться, либо завести учетную запись. Номер будет получен бесплатно. Далее. Этот номер можно ввести в АТС. Вводим. Я получил номер 0704133. В имени аутентификации также необходимо ввести этот номер. Также в поле From необходимо ввести этот же номер. В пароле мы должны задать тот пароль, который также нам предоставляет СИП-нет. Вводим пароль. Нажимаем кнопку Сохранить. Нажимаем Применить. Наша АТС отправляет запрос регистр на СИП-нет. Далее. Мы можем посмотреть статус данного канала, который мы регистрируем. Для этого мы должны выйти в главное меню АТС. Выбрать пункт меню порой. Меню монитора АТС. В мониторе мы в статусе телефонов видим статус нашего телефона, который мы зарегистрировали. И в статусе линии мы видим СИП-линию, которую мы зарегистрировали. Линия СИП-нет. Далее. Настраиваем второй телефон. 2001. Выходим в АТС, номера. В 2001 номере смотрим параметры. Логин, пароль. Копируем пароль. Проверяем IP-адрес на втором телефоне. Нажимаем кнопку ОК на клавиатуре телефона. Вводим IP-адрес в строку браузера. Телефон запрашивает авторизацию. Вводим логин админ, пароль админ. Нажимаем кнопку КОД. Получаем доступ к IP-телефону. Во вкладке Аккаунт вводим параметры авторизации телефона. Параметры регистрации телефона на наше АТС. Номер у нас 2001. В лейбл. В отображаемое имя, в имя регистрации, имя пользователя. Заводим 2001. В качестве IP-адреса SIP-сервера задаем IP-адрес наше АТС. Порт оставляем по умолчанию 5060. В качестве пароля мы вводим скопированный пароль на предыдущем этапе. Из настроек номера на АТС. То есть копируем номер отсюда. И вставляем пароль на IP-телефоне. Нажимаем кнопку Сохранить. Телефон отправляет запрос в регистр. Второй номер у нас зарегистрировал. Вот таким образом у нас два телефона на АТС зарегистрированы. Так, SIP-нет нам уже не нужен. Сайт мы закроем. Так, далее. Давайте посмотрим статус IP-телефонов. Значит, АТС в мониторе отображает нам статус зарегистрированных телефонов 2000 и 2001. Здесь доступны IP-адреса, по которым телефоны зарегистрированы. Далее. Мы можем выполнить звонок с одного телефона на второй. Давайте выполним. С 2000-го телефона звоним на 2001. Так, звонок не идет, потому что звонок сейчас пойдет. Повторно залогинимся в АТС. Перейдем в монитор АТС. Регистрация телефонов на АТС. Зады исчезла. Перерегистрируем наши телефоны. Двухтысячные. Проблемо звонить. Так, звонок пошел. Между телефонами звонки есть. Далее. Нам необходимо осуществлять звонки по внешним номерам. Через линию СИП-нет. Через внешнюю линию, которую мы завели в станцию. Для этого нам необходимо выполнить настройку исходящего маршрута. Для настройки исходящего маршрута мы должны перейти в меню настройки, выбрать вкладку маршрутизация. По умолчанию в заводской конфигурации в АТС установлен маршрут раутер-аут. Мы его можем удалить. И далее сконфигурировать тот маршрут, который нам необходим. Для создания маршрута необходимо в таблице маршрутов нажать кнопку «Добавить», ввести имя маршрута, назовем маршрут «Outroad». Далее мы должны задать правила набора. Мы будем звонить на номера СИП-нета. В СИП-нете номера начинаются на 0. У нас начинаются на 0. Поэтому в правилах набора мы задаем 0. По умолчанию в маршруте предлагается задать X. Таким образом все звонки через внешние номера будут выполняться через данный маршрут. То есть X-точка – это производить обработку абсолютно всех номеров для исходящих вызовов. Далее нам необходимо в списке линий из доступных линий выбрать ту линию, которую мы завели в АТС. Выбираем наш СИП-нет. Далее нам необходимо выбрать список номеров для отслеживания вызовов. То есть данные номера, которые мы выберем, смогут осуществлять вызовы через данный маршрут и через данную линию. Мы можем выбрать по отдельности 2000 и 2001 номер. Также мы можем выбрать группой номера, нажать кнопку «Перенести». Соответственно номера перейдут в панель «Выбрана». Далее мы можем задать пароль для исходящего маршрута, задать циклический перебор, если у нас несколько транков. Задать рабочее время. Сейчас мы это делать не будем. Нажимаем кнопку «Сохранить». Проверяем, чтобы все было правильно. Нажимаем кнопку «Применить». Вот таким образом все звонки, начинающиеся с нуля, будут отправляться через канал СИП-нет, который мы создали. Далее. Для того, чтобы принимать звонки от внешней линии, от внешнего канала ВТС, нам необходимо создать на станции входящий маршрут. Для того, чтобы создать входящий маршрут, мы должны перейти в соответствующую вкладку в разделе «Маршрутизация». По умолчанию у нас в ВТС присутствует маршрут «Роутер-Ин». Мы можем его удалить. Нажимаем, выбираем этот маршрут, нажимаем «Удалить». Нажимаем «Применить». Далее нажимаем кнопку «Добавить маршрут». Вводим имя маршрута. Назовем этот маршрут «Инроуд». Далее мы можем задать шаблон номера, на который поступает вызов. То есть это внешний номер нашего телефона предприятия. Вот тот номер, который был у нас в танке, который мы создали. Вот фактически мы тут можем завести этот номер «Сипнет», но мы этого делать не будем. То есть все входящие вызовы из стран «Сипнет» должны у нас поступать в АТС и обрабатываться. Также здесь можно задать «Колер-ИД», то есть номера вызывающих абонентов извне, которые нам звонят. АТС также будет производить фильтрацию по этим номерам, но мы этого дела здесь не будем. Мы здесь выбираем линию. Нашу линию «Сипнет», которую мы завели в АТС. Далее мы должны выбрать направление маршрута. По умолчанию направление маршрута, это отбой, при вновь создаваемом маршруте. Вот мы ведем здесь в направлении маршрута номер 2000, который мы завели на первый телефон. То есть все входящие звонки, приходящие из канала «Сипнет», будут поступать, обрабатываться маршрутом «Инроуд» и поступать на номер 2000. Нажимаем кнопку «Сохранить», нажимаем «Применить». Входящий маршрут мы сконфигурировали. Далее мы можем проверить выполнение вызовов по входящему маршруту. Для этого у меня есть отдельный номер на «Сипнет», другой номер, который зарегистрирован на «Сипнет». Сейчас я попробую выполнить через этот номер звонок на мою АТС на номер 0704133, который был задан. Выполняем звонок. Вызов завершается. Звонок входящий не удался. Сейчас для анализа выполнения вызов в АТС мы можем подключить к АТС программу «Патти» для выполнения диагностики вызовов. Давайте перейдем в АТС к настройкам «Система безопасность в сетевых службах». На АТС мы включим протокол SSH, порт 8022, по которому мы с помощью программы «Патти» можем подключиться к АТС. Выбираем флажок «Включить SSH». Нажимаем кнопку «Сохранить», кнопку «Применить». Переходим на рабочий стол компьютера, запускаем программу «Патти», вводим IP-адрес АТС. 192.168.254.224, вводим имени хоста, порт 8022, задаем в настройках порта программы «Патти». Нажимаем кнопку «Открыть», «Патти» сообщает о том, что необходимо обновить ключ SSH RSA. Окей, нажимаем «Да». Далее мы должны ввести логин «Патти» «Саппорт» и пароль «IYEARSTART». АТС нас пустила по протоколу ССАЖ в внутренней системе. Для выполнения диагностики вызовов мы должны набрать астериск минус ВВР. Набираем. У нас запустилась консоль астериск. Вот здесь мы видим лоб, который ядро от АТС астериск отображает при работе. Для выполнения вызовов внутри АТС, внутри сети предприятия мы можем выполнить вызов. И проследить выполнение вызовов. Давайте введем астериск минус РЦВВВ. Вот выполнен вызов тестовый. Вызов выполнился. Давайте проследим. При успешном выполнении вызова у нас должно отобразиться событие диал в логе астериск панели консоли ССАЖ. Вот если вызов выполнился, то мы видим, что после диала идет ПНЖСИП-2001. Если мы хотим выполнить внешний вызов, то у нас процедура идеал в методе вызов будет идти через то имя транка, которое мы задали при настройке канала. Вот давайте это далее проверим. Но сейчас вернемся к нашему докладу. Так, настройку канала ВОИК-провайдеру мы выполнили. Вот настройку маршрута входящего мы выполнили. Настройку исходящего маршрута мы выполнили.